Дресс-коду этой вечеринки Total White соответствовали практически все приглашенные. И что особенно порадовало, гости подошли к выбору нарядов не формально, а креативно. Мне было интересно, насколько люди будут соблюдать дресс-код, потому что это всегда показатель уважения. Уважаешь ты мероприятия, место людей, которые провели это или нет. Меня так порадовало, что все попытались выдержать дресс-код, одеться оригинально, и поэтому мой стилист счастлив. Это было специальное платье, выбирала под сегодняшнюю вечеринку из одного магазина города, не масс-маркета. И очень рада, что здесь никого нет в таком платье. Я вот у вермакоточные штаны специально заказала, уже рубашку взяла. Я приветствую прям. Вечеринки тематические, это классно. Визуальную тематику вечеринки главная виновница торжества комментирует так. С дня открытия. Открытие произошло у нас в начале сентября прошлого года. Мы запустились очень агрессивной коллекцией, и на протяжении всего этого года мы ассоциировались у людей с черным дресс-кодом, смоке айс, рок, блэк. И сегодня нашу вечеринку мы посвящаем счастью, потому что мы невероятно счастливы работать с теми людьми, с которыми мы работаем на сегодняшний день. И именно белый олицетворяет для нас счастье. На сегодняшний день все будет о счастье, все будет о людях. В этой же энергетике был выдержан и показ стильных причесок. Шикарная вечеринка. Как всегда, парикмахеры самые лучшие, самые креативные, самые добрые, самые любимые. Я их обожаю просто. У нас в Челябинске это одна из самых крутых команд. Я их очень-очень люблю и очень искренне к ним всегда отношусь. Лирической кульминацией вечера стала презентация ролика, посвященного счастью. Друзья, точнее подруги бьюти-пространства парикмахеры, рассказали о том, в какие моменты они счастливы. Есть у каждого что-то, что ему особо другая. И частный для других это результат. Я счастлива видеть себя в своих детях. Я счастлива, когда я буду радоваться вместе с таким. То, что происходило за этот год, мне кажется, они прожили лет 10. Потому что вот этот вот бурный их прорыв в их творчестве, они действительно очень крутые. Пусть так будет всегда, пусть их креатив не исчезает. А я хочу пожелать девочкам процветания, чтобы все цели, которые они ставили, планы, мечты перед собой, обязательно сбывались, воплощались. Я желаю еще как можно больше новых достижений, новых побед, новых успехов. Еще, еще, еще не останавливаться никогда. Чтобы они развивались и пространство их становилось больше. Может быть, это в ближайшем будущем какой-то большой, красивый, стильный салон. В общем, чтобы команда укреплялась и процветала. Ну а завершилось все на творческой ноте. Гости белой вечеринки привнесли зеленых оттенков.